Иногда дождаться новоселья вопрос жизни и смерти. Особенно, если расселение ждут жители дома, которые уже 17 лет признаны аварийным. Каждый новый дефект своего жилища люди воспринимают как угрозу их жизни. Подробнее в материале нашего корреспондента. Дом на Омской 21А – знаменитость заводского района. Пятиэтажка с подпоркой. Бывшее общежитие САЗа стало ощутимо разрушаться три года назад, говорят жильцы. Летом прошлого года этот угол выглядел вот так. Тогда и поставили балку. Сходить в душ на первом этаже было очень рискованно. А теперь, спустя полгода, и вовсе опасно для жизни. За зиму дом еще больше сдал. В аварийном углу зияет сквозная дыра. С улицы виден канализационный стояк. Люди буквально боятся дышать на свое жилище. Обрушения больше еще стали. Они так постепенно идут и идут. Молтай нам еще подкоп сделали под наш дом, под этот же угол. И мы просто боимся оказаться под руинами, под этими плитами. Мы боимся. Мы живем под страхом. У нас стены на самом деле трещат. Если встать рано утром, то слышно, как трещат стены. И страшно, жутко становится. В прошлом году государственная жилищная инспекция вынесла предписание управляющей компанией «Восход», обслуживающей дом, укрепить стены и прочистить текущие подвалы. Жильцы никаких изменений не заметили. Разве что вот эту яму вырыли. Видимо, для того, чтобы вода из текущей трубы вытекала на улицу. Пятиэтажка признана аварийной 17 лет назад. И каждый Новый год приносит новые сюрпризы. Зимой Омская 21А осталась без холодной воды. Это вот стоят наши тазики, в которые мы набираем горячую воду. Кипяток из-под конца, потому что холодной у нас нет уже давно очень, с 25 декабря. Студим эту воду. И потом мы этой водой моем детей своих, моем посуду. Тазиковой системой здесь пользуются не менее сотни жильцов верхних этажей. Воду для питья покупают или ездят на родник. Сейчас в аварийном общежитии живут более 200 человек, десятки детей. Все они пользуются одним-двумя туалетами на этаже. На четвертом канализация забита, и жители перешли на портативные унитазы. Звонки в управляющую компанию ничего не дают, объясняют жильцы. Ну они говорят, мы вам делать ничего не будем. Почему? Дом аварийный, он ремонту не подлежит. Смысла нет. Смысла делать его нет. Но когда вас будут расселять, тоже неизвестно. У нас нет холодной воды, как мы можем? Слива нет. Как быть в этой ситуации? Еще раз говорю, еще раз вам говорю. Нанимайтесь людей сторонних, и пусть они вам чистят ваш туалет. Мы же платим, у нас же приходят платежки. Мы берем, мы не убираем. Ну а за что мы тогда платим? Вы мне объясните, пожалуйста, за что мы платим деньги? Люди, проживающие в данном доме, заключили договора с управляющей компанией. И исключительно УК «Восход» будет исполнять заявки жителей. Если течет труба, то управляющая компания приезжает и проводит работу. Пробить канализацию – это не капремонт. И это входит в обязанности? Это входит в обязанности управляющей компанией. Они должны делать, они за это получают деньги от жителей. Капитальный ремонт в аварийных домах не проводится, объясняют в Государственной жилищной инспекции. И единственное, на что могут надеяться люди – расселение. Городские власти планировали сделать это в конце текущего года. Но жильцы ужаснулись, когда узнали, что из-за финансовых трудностей бюджетного финансирования срок новоселья отодвинули на 2017 год.